пустыни тысячи квадратных километров территорий покрытых песком дневная температура достигающая 50 градусов цельсия скудная растительность и очень малое количество воды делает характер живущих там животных очень непростым особенно его вы на канале знай тв и сегодня мы посмотрим на верблюда в деле и с ним точно шутки плохи поэтому лучше сразу оценить роль усаживайтесь поудобнее мы начинаем знакомьтесь это корабль пустыни верблюд и носит он свое имя максимально гордо только посмотрите ведь он знает что мало какое животное настолько хорошо экипировано для жизни в песках вот и считает себя на голову выше других причем в буквальном смысле этого слова ведь верблюда достигают высоты в холке свыше двух метров добавьте сюда еще длинную гибкую шею и его голова может оказаться на высоте трех метров от земли а вес этих млекопитающих может вплотную подходить к отметке в 600 килограмм неплохо да но большая масса сомнительное преимущество в пустыне поэтому давайте перейдем к его настоящим суперспособности песок на солнце он может раскаляться свыше семидесяти градусов и поговаривают в нем можно даже готовить яйца но вот ходить по нему сами понимаете не очень комфортно правда не верблюду ведь он обзавелся мозолями ноги верблюда обуты в башмаки из толстой мозолистой кожи которая предохраняет животное от ожога точно такие же мозоли имеются у верблюда на коленях на локтях на груди да и вообще везде где он хоть как-то соприкасается с песком так что неспроста верблюдам да и ламам тоже выделили место в подотряде мозоли ноги куда кроме них не входит больше никто кроме того каждая ступня зверя состоит из двух перепончатых пальцев что делает ее очень широкой и позволяет не проваливаться в песок а ноздри верблюда при необходимости полностью закрываются что дает возможность дышать во время песчаных бурь и не наедаться песка да даже глаза животного имеют третье защитное веко а ресницы растут в два ряда и все это для защиты от песка ну или для снега ведь верблюда обитают и в монгольских степях где погодные условия заметно суровей стоит ли говорить что жару эти корабли пустыни переносят и глазом не моргнув ведь все что нужно для жизни уже есть внутри верблюд имеет просто феноменальную способность обходиться без воды например он способен потерять до 25 процентов жидкости без вреда для организма и это дает ему возможность пить один раз в две недели причем в условиях жары при этом зверь может нагреваться с 34 до 41 градуса цельсия не потея совсем этим кстати он экономит до 5 литров воды в сутки а вся влага из выдыхаемого воздуха оседает в носовых пазухах и используется повторно более того его ретроциты имеют овальную форму и сохраняют подвижность даже при сильном обезвоживании но за все приходится платить и без жидкости верблюды сильно худеют известен случай когда за 8 дней зверь потерял 100 килограмм правда потом он быстро восполнил их выпив разом 100 литров а вообще полный бак верблюда имеет примерно 200 литров и животное всегда пополняет его при возможности что интересно они отлично плавают хотя большинство верблюдов никогда не видела рек верблюды так эффективно используют воду что даже их навоз сразу после производства готов идти в дело верблюжий брикеты так хорошо горят что местные жители никогда не оставляют такой ценный груз без внимания и наконец еда с этим тоже в пустыне туго но наш герой явно не гурман ведь он ест буквально все что сможет найти обычно ему везет на сухую жесткую траву которую верблюд с удовольствием перетирает зубами они кстати частенько нападают на очень редкие в тех местах деревья и банда верблюдов легко может уничтожить их все однако настоящей удачей считается если этому кораблю пустыни удастся найти кактус тогда никакие колючки ему не страшны и он с жадностью набрасывается на сочную еду мы конечно этого не видим но вот так выглядит пасть верблюда внутри жутковато правда но эти бугорки помогают перетирать острые колючки без вреда для себя поэтому ему совершенно безболезненно кушать такие отборные кактусы а если на иголки наколоть дольки фруктов то для верблюда это будет самым настоящим вкусным десертом правда вот человеку пытаться повторять за верблюдом я бы не советовал а еще у него всегда сильно болтаются губы и выглядит все это довольно забавно особенно когда он бежит а как вы думаете что делает верблюд в такой причудливой позе помахивая хвостиком на самом деле так он привлекает к себе самочек и при помощи хвоста этот данжуан развеивает свой запах он же призван отпугивать самцов конкурентов и обычно этого достаточно ведь верблюды экономны во всем они приберегают силы для своих избранниц но как обычно это случается не все соперники понимают намеков и иногда все же приходится в кого-нибудь плевать обычно таких бойцов легко отличить стаде у них головы всегда в белой пене к открытым противостоянием животные переходят только если ничего до этого не подействовало и верблюды стараются прижать друг друга к земле вход идет все голова челюсти и даже тело чтобы не давать противнику подняться и учитывая их размер выглядят такие схватки очень опасно к тому же верблюды чертовски упрямые просто так их не заставишь отступить да и разнять дерущихся верблюдов крайне трудно но кстати самок можно еще привлекать так не переживайте с верблюдом все в порядке просто так он надувает свое небо и все это дело сопровождается пулькающим звуком который нравится дамам так что у горного козла из предыдущего ролика появился достойный соперник а на этих кадрах один верблюд гоняет другого и совсем не дает ему спуску пытаясь укусить он заставляет оппонента сесть на землю но и в партере верблюд не унимается продолжая свои попытки укусить стоит отдать его сопернику должное ведь он очень ловко двигает шеи и постоянно уходит от атаки правда пару укусов он все же пропускает а после он снова встает на ноги и гонка продолжается возможно они так тренируются ведь верблюды постоянно с кем-то выясняют отношения например с быком на глазах у целого стада зрителей и верблюд как истинный борец пытается захватить голову оппонента и перевести его в партер правда с таким тяжелым противником сделать это не так то просто то же самое касается и лошадей ведь для них он опасный соперник верблюд может запросто схватить за ногу и повалить лошадку на землю и встать ей будет очень тяжело поэтому очень опрометчиво вот так подбегать взрослому верблюду и пытаться его укусить ведь он этого просто так не оставит хотя и скакун тут довольно ловкий а вот эти кони явно не из робкого десятка посмотрите как один из них дает отпор наглому верблюду и хотя ни один удар не проходит чисто верблюд уже не торопится нападать но уж точно не понятно на что рассчитывает этот баран пытаясь атаковать гигантов видимо он не знает насколько сильная у них пасть а там все очень серьезно ведь для пережевывания жесткой травы нужны мощные связки плюс ко всему зубы верблюда очень острые и сильно торчат вперед да и сами челюсти при желании открываются очень широко так что любого соперника меньше себя верблюд прежде всего пробует укусить и в случае баранов им приходится очень не сладко так же как и ослу ведь верблюд целенаправленно целится укусить позвоночник и укус пришелся настолько тяжелым что бедняга даже не может нормально стоять хотя некоторым осликам все же неведом страх и они как в последний раз идут в атаку на верблюда и даже ослу удается схватить его за ногу но как бы то ни было верблюды очень опасны поэтому не стоит так опрометчиво делать рядом с ним селфи ведь еще немного и так легко девушка не отделалась бы как и этот человек который пытается бодаться с верблюдом но мозоленогий показывает кто здесь главный замахиваясь головой и перебирая передними ногами ведь от верблюда всегда можно ожидать удар и он одинаково хорошо бьет любой из конечностей правда от людей им все же лучше держаться подальше ведь они никогда не оставляют животных в покое они устраивают соревнования в поднятии тяжести забеги верблюдов на скорость и даже конкурсы красоты кстати на последнем таком конкурсе в дубае более 40 верблюдов были дисквалифицированы из-за ботокса который их хозяева вкалывали своим подопечным но и это еще не самое страшное ведь бывают случаи когда верблюдам в рот засовывают змею и все это дело заливают водой считается что таким образом люди лечат истощенных животных которым не помогают другие способы змея переваривалась в желудке и верблюд обычно сильно потел после чего выздоравливал хотя глядя на такое я даже не хочу узнавать какими еще способами пытались лечить верблюда вот такой необычный но от этого не менее интересный оказался этот корабль пустыни а я надеюсь вам понравился ролик и вы узнали из него что-то новое тогда не поленитесь оценить его ну и конечно жду ваши комментарии с героями новых обзоров увидимся через неделю пока